света привет не говори обычно мы собираемся по каким-то технологичным поводом мне кажется то есть тут используем вот как раз подвесную систему там какой-то цветной свет и так далее какие-то мероприятия проводим потому что где их проводить если они в маяке друзья я хочу представить вам светлана светлана во-первых фотограф сама видеограф владелица студии маяк то есть светлана нас творческий человек и превратила свое творчество в дело своей жизни я правильно говорю все верно мы сейчас находимся в нашем съемочном комплексе маяк студиус в моем понимании маяк это идеальная студия потому что вот я говорю у вас идеально белые циклорамы всегда про фото оборудование что немаловажно ну то есть есть все что да все что я так сильно люблю и поэт и ничего лишнего вот а сегодня мы собрались чтобы обсудить вот этих красавцев колчевые фоны на самом деле многие их не используют почему-то хотя бы я вижу что люди начинают использовать бумажные фоны но также есть отличная опция вот раскатать вот такой художественный арт-фон это фон и ручной работы правильно да верно я умеем 7 штук она и заказывали мы их у одного очень крутого питерского бэкдруппера вообще да он питерский его зовут алексей самилев и его аккаунт в инстаграме бэкдроп к с и вы под заказ создали вот такую красоту которая на самом деле все больше пользуется популярностью потому что я беру не только на портреты как вот такие небольшого размера варианты но и в том числе и как фон для каких-то предметных съемок да слушай предметку мне кажется вообще идеально тоже снимать потому что вот аутентичные какие-то материалы когда используют дерево там камни какие-то в раскладке фактурный фон ну такой художественный тоже отлично дополняет так что очень часто чб съемках еще бы потому что он опять же из фактуры потому что он неравномерно закрашен такой небрежность есть вот это такая артистичная все это я думаю можно долго рассказывать какие они классные эти фоны но легче один раз показать давай поснимаем и посмотрим что получится чтобы люди представляли какой щек можно добиться помощью этих фонов согласно давай итак у меня сегодня сетап это sony альфа 74 полнокадровая к ней я адаптировал советский гелиос которому больше 40 лет бескнопочный синхронизатор про фото connect который поджигает все вспышки мой любимый синхронизатор и файлы у меня перелетают в компьютер то есть все что я снимаю сразу же отображается в компьютере без провода моментально очень удобно так что в кадре со мной макс макс барбер и как оказывается профессиональная модель потому что он делает все четко и у нас офигенный результат получается ну и по схеме у нас есть рисующий источник с портретной тарелкой который светит на лицо заполнение и фоновый источник который отдельно точечно подсвечивает фон заполнение дает блик в глазах то есть даже если у меня тарелка расположена сбоку и у нас боковое освещение на лице все равно заполнение дает были в глазах это важно и плюс ко всему и установил черные флаги с левой стороны чтобы свет не переотражался потому что я хочу получить драматичные глубокие тени на лице конечно же если вы хотите владеть всеми этими тонкостями разбираться как нужно выставлять все настройки какие насадки использовать вам нужно пройти мой курс который называется студийный свет там я делюсь всеми секретами и у меня даже новички которые первый раз жизни держат камеру получают офигенный результат итак сейчас я что делаю я снимаю на смартфон точно так же как я снимаю на камеру только на смартфон мне не нужен синхронизатор и я оставил всю прежнюю схему светобую то есть у меня рисующий заполняющий икон и фоновый источник но снимая через приложение про фото прямо в смартфон и на смартфон можно снимать в jpeg плюс raw raw только raw raw плюс jpeg и так далее или просто jpeg все что нужно чтобы все эти вспышки сработали три источника нужно перевести их в режим слоев то есть чтобы они срабатывали от света ловушки и все и моя а 10 которая поддерживает bluetooth висит вот здесь и она запускает все эти три вспышки причем работает на минимальной мощности то есть не участвует в световой схеме получается что я всю ту же самую световую схему которую я показал вам при съемке на камеру использую при съемке на смартфон почему потому что могу потому что в моей накамерной вспышки про фото есть bluetooth и вот эта технология которая позволяет через приложение снимать прямо на смартфон причем приложение про фото позволяет мне установить все те же настройки что у меня есть в камере то есть я выставил iso минимальное значение здесь это iso 25 выдержка 1,8 секунды и баланс белого 5700 кельвина поэтому все то же самое как и при съемке на камеру на самом деле очень удобно но больше впечатляет результат друзья с нами теперь прекрасная модель даша даша визажист очень крутой но сегодня она в качестве модели чуть-чуть переставили сетап примерно все то же самое у нас один рисующий один заполняющий один фоновый источник и снимки по-прежнему прилетают в компьютер беспроводным способом мы чуть-чуть сделали перестановку фонов теперь снимаем не на одном фоне а сразу на трех холчовых фонах чтобы они как раз создали какой-то объем ощущение пространства и соответственно можно поиграть поинтереснее с композиции чем когда установлен только один холчовый фон а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok